Здравствуйте, с вами Алла Дворецкова. Это передача о мелочах из жизни. У нас с вами новогодний выпуск. Как же нам встречать новый 2024 год? И в этом нам помогут Юлия Алеева, астролог, и Кристина Гришаева, стилист. Юлия, скажите, ну год кого мы ждем? 2024 год – это год зеленого деревянного дракона. Дракон у нас – это мифическое животное, которое еще в восточной культуре олицетворял силу, власть, отвагу и стремление к победе. На самом деле в Китае считается, что дракон – это император, это лидер. Именно в год дракона у нас рождаются президенты, великие личности, какие-то яркие общественные деятели. И поэтому недаром, что на 2024 год у нас назначены выборы во многих странах. То есть мы будем свидетелями борьбы за власть, какой-то такой, может быть, даже ожесточенной борьбы, потому что дракон, он не любит конкурентов. Он любит быть полноправным хозяином, и ему нужно все держать в своих руках, то есть все держать под контролем. Он у нас такой предводитель. Год нас ожидает очень яркий, динамичный. Это год движения вперед, год таких ярких побед, но и, к сожалению, ярких поражений. Потому что дракон – это у нас черное и белое, он не любит полтону. Конечно, так как дракон у нас зеленый, в нем присутствует такая творческая энергия. И это год творческих ярких проектов. Мы можем видеть какие-то очень интересные картины в области кино, искусства. Могут проявляться яркие личности художники, музыканты, актеры. То есть это год, когда можно воплотить свои творческие замыслы в жизнь. И вообще нужно не бояться, не стесняться что-то открывать в себе и открывать свои таланты. Год дракона – это год ярких перемен. И, к сожалению, дракон, он еще такой безжалостный, да, в каком-то смысле. Он у нас отсекает все старое и все отжившее. Вот если в вашей жизни уже что-то устарело, какие-то формы отношений, да, или бизнеса, или, может быть, в работе, то дракон это будет все убирать. Но год удачливый, он считается одним из самых удачливых из всего 12-летнего цикла животных. Поэтому, конечно, планировать перемены очень хорошо. Можно менять работу, можно открывать бизнес, можно планировать какие-то грандиозные цели в области творчества, менять что-то в отношениях, идти на переезд. То есть, если вы что-то давно хотели и планировали, да, то, пожалуйста, в год дракона это можно делать. Конечно, дракон у нас обладает и минусами. У него есть такие черты, как резкость, грубость, нежелание уступать, он не умеет признавать свои поражения. И, конечно, это год, когда нам будет сложно в партнерских отношениях, потому что могут быть какие-то конфликтные ситуации, могут быть ситуации, где мы не слышим друг друга, где мы не хотим уступать. И нам помогут лояльность, объективность, тактичность и умение слышать друг друга в отношениях. Это очень важно в 24-м году. Конечно, год дракона – это год ярких событий, в отличие от кролика, да, то есть нам нужно его встречать весело, с песнями, с плясками, да, то есть зажигательным, потому что дракон любит шумное веселье, он любит зажигательных людей, да, он любит такое яркое, красивое, и он любит блистать на публике. Вот это все про год дракона. Еще в 2024 году на нас влияет звезда речи, звезда, связанная с речью и со словом. То есть она имеет у нас как минусы, так же, так и плюсы. В чем плюсы этой звезды? Она нам дает такие качества, как проницательность, убедительность, умение наладить нужные контакты и связи. Конечно, для людей, работающих в образовании, для преподавателей, журналистов, лингвистов, людей, которые заключают сделки, эта звезда очень хорошо подходит. Но у нее есть и минусы, потому что девиз вообще 2024 года – это молчание золота. Очень внимательно обращайте внимание на то, что вы говорите, кому вы говорите, каков будет результат этой речи. Лучше промолчать в каких-то сложных ситуациях, потому что можно наломать дров. На самом деле, мы будем свидетелями больших таких разрывов отношений в крупных коллективах, в общественных каких-то таких вот движениях, может быть, даже в политических кругах, так как у нас будет очень много политических событий в 2024 году. Поэтому очень тактично, если вы не хотите испортить отношения, сохранить, например, бизнес-партнерство, деловые отношения, какие-то нужные связи, ну и в личной жизни тоже не наломать дров, да, то будьте очень аккуратны со словами, следите за речью. Спасибо большое, очень интересно. Кристина, расскажите, какие у нас цвета будут в моде, а какие, может быть, стоит избегать? Во-первых, хочу сказать, что я рада быть снова гостем на вашей передаче, Алла. Всегда с тобой прихожу. Главный цвет этого года, как объявил институт Пантон, это персиковый. Питч-фус, он называется персиковый пух. Он такой приятный, теплый, уютный, олицетворяет наше стремление быть ближе к окружающему миру. Также продолжаем носить красный, на подиумах очень много было красного, у всех оттенков, начиная с теплого с древесными нотами, он называется робушти, древесный чай. Заканчивая фиестой, это огненный такой красный, олицетворяет радость, праздник жизни. Также оранжевого было много, такой яркий, живой, он напоминает нам о цитрусовых напитках, такой заряженный, позитивный, энергичный цвет, красивый. И все оттенки серого продолжаем носить, от темно-серого бульвар до спокойного, универсального, как вот на мне сейчас брюки, Blue Fox он называется. Какие избегать? Есть что-то? Да нет, не стоит вообще заморачиваться на эту тему, носить то, что вам нравится, то, что поднимает настроение, то, что вам уйдет, вот основное. Спасибо большое. Крис, Юлия, что же должно быть у нас на новогоднем столе и как вообще правильно встретить этот Новый год? Ну, как я уже сказала, дракон любит веселье, поэтому нам нужно обязательно на Новый год вот какие-то танцы, пляски, да, может быть, отправить кто-то на елку, музыку погромче, да, то есть дома не сидим, в тесной компании не отмечаем, лучше куда-то к друзьям, веселье, вот это все любит дракон. И дракон любит украшения, то есть обязательно новогодний стол должен быть украшен. Это могут быть фрукты, и фрукты ярких оттенков подойдут мандарины, апельсины, гранаты, яблоки, манго. Тут вообще чем ярче, тем лучше. Что-то оригинальное можно поставить на стол, да, какие-то там интересные закусочки, скатерти красивые, да. А свечи? Можно дракон любит? Свечи можно, да, свечи можно, подсвечники обязательно, ну, какого-то такого можно серебристого оттенка. Я красного уже приобрела. А, подойдет, да, да, да. Вот, яркие-то, она приветствуется. И дракон любит изобилие, то есть он любит, чтобы было много всего, чтобы было все вкусное, и стол должен ломиться, да, вот от таких вкусностей. В первую очередь, конечно, дракон любит мясо, потому что это мужское начало дракон, и можно выбрать какие-то сочные сорта мяса, например, свинину, говядину, можно приготовить индейку, курицу лучше добавлять в салаты. Обязательно на праздничный стол мы ставим рыбу и морепродукты, так как дракону придутся они по душе. Рыбу можно запекать, ее можно готовить в закусках и в салатах, также можно готовить что-то с икрой, например, там, салат с креветками, с кальмарами, блинчики с икрой можно приготовить. Если мы рыбу запекаем, то запекаем ее целиком, то есть оставляя голову и хвост, то есть она у нас идет как символ завершенности. Также дракону по душе придутся блюда восточной культуры. Вот, например, в Китае на Новый год готовят пельмени дзяоцзы. Это пельмени в форме золотого слитка делаются, и они олицетворяют как раз богатство. То есть, когда мы их готовим, кажется, что мы запускаем богатство в дом. Из-за восточных традиций подойдут любые блюда. На гарнир можно приготовить рис, также и какие-то оригинальные салатики, закуски обязательно должны тоже присутствовать. А картофель можно? Ну, картофель можно, но с добавлением чего-то там зелени, например, да, или там каких-нибудь там помидор, можно морковку корейскую, то есть чтобы что-то было яркое, оригинальное. То есть вот такие вот оттенки, чтобы они присутствовали. А дракону не понравится, если мы приготовим символ уходящего года, кролика. Поэтому кроликов не готовим. Нежелательно также продукты, которые приготовлены заранее подавать. То есть это полуфабрикаты, это консервы. Дракону не понравится, он любит все свежее, он любит только что приготовленное. И не очень приветствуются грибы. Ну, грибы, как отдельное блюдо, может быть, подавать не стоит, но можно в закусках, в салатах, да, чуть-чуть добавить грибы. Напитки какие-то? Напитки. Дракон у нас не приветствует крепкий алкоголь. И можно что-то легкое, там, допустим, легкое вино или коктейльчики. Можно безалкогольные коктейльчики, кстати. Также обязательно это все украшаем. Украшаем фруктами, ягодами. Можно разноцветные коктейльчики. Можно вообще сделать какую-то оригинальную форму для коктейлей, да, какие-нибудь стаканчики интересные, что-то поинтереснее, что-то пооригинальнее сделать. Компоты, морсы, соки, это все будет актуально на новогоднем столе. А елочку как нам нарядить лучше? Ну, елочку лучше нарядить тоже ярко, да, с какими-нибудь оригинальными игрушками, то есть с оттенками, с яркими стонами, да, то есть серебристый цвет, золотистый цвет можно использовать, красный, оранжевый, ну и как вот вам, как вам нравится, да, то есть то, что душе угодно, что вот вдохновляет вас, как-то креативно, творчески можно подойти тоже к этому процессу. Спасибо большое. Кристина, в какой одежде нам встретить Новый год? Я была бы не я, если бы я не принесла примеры из вас маркетов для вашего вдохновения. Ну, во-первых, это платье, конечно же, большинство, я думаю, девочек ждут этого часа, чтобы выглядеть какое-нибудь классное платье. Я принесла вам свеженькие трендовые варианты, не стала приносить стандартные, с пайетками, какие-то комбинации. Но поездки у нас тоже все актуально, да? Да, я буду говорить об этом, пайетки продолжаем носить, но давайте по чему-то новенькому сначала пробежимся. Вот смотрите, какое классное платье сзади с бантом я принесла. Банты, это один из трендов предстоящего года, и они, как вы можете обратить внимание, такие большие и очень акцентные. В этом платье фишка в том, что мы его надеваем и продеваем руки в этот бант. Поэтому смотрится очень интересно. Плюс цветовая гамма, здесь черно-белая на подиумах также было очень много черно-белой цветовой гаммы, поэтому это тоже один из трендов. Еще я принесла проиллюстрировать тренд бант. Топ. Вот такой вот топ. Сплошной бант. Даже не видно ткани под ним. В общем, объемный бант. Очень объемный и большой. Мы даже можем елочку украсить сверху вместо привычной всем звезды. Бант. Бант большой, можно смастерить самим из цветной бумаги, что-то такое, из фольги. С чем мы можем носить? Я вообще за то, чтобы какие-то нарядные вещи потом продолжать носить в повседневной жизни. И вообще сейчас такая у нас мода, современное такое течение. В первую очередь, что приоритетно? Свобода, самобытность, самовыражение, аутентичность. Рушатся все грани, стираются. Грань между мужчиной и женщиной, грань между нарядным и повседневным. То есть мы можем вот эти нарядные какие-то акцентные, блестящие вещи, очень праздничные, носить потом в повседневной жизни, просто немножко нейтрализуя их. Например, этот бант мы можем надеть с джинсами, обычными голубыми джинсами, и уже будет более спокойно. Мы можем надеть к нему просто черные брюки, и уже будет менее празднично, с высокой посадкой, и сверху может быть какой-то второй слой добавить. Затем, раз уж я начала говорить про топы, хочу вам показать корсеты. Корсеты тоже один из трендов предстоящего года. Вот у меня здесь два варианта. Вот такой черный и вот такой металлизированный. Здесь два тренда в одном. Первое – корсет, а второе – металлизированная вещь. То есть что это может быть? Это может быть аксессуар какой-то, вот у меня здесь сумка. Это может быть поясное изделие. Вот, например, у меня юбка здесь есть. Также брюки, джинсы наверняка вы уже встречали много в магазинах. Потом корсеты. Кроме джинсов, что мы можем еще добавить к этому корсету? Какие-то спокойные брюки. В черной гамме, в серой гамме можно взять один из цветовых ароматов, белый, черный, серый, и немножко нейтрализовать, добавив опять-таки сверху какой-то второй слой. А можно пойти более интересным путем. Я вот здесь принесла брюки карго. Можно сочетать вот такую вот женственную деталь с более спортивными вещами. Здесь у нас брюки с накладными карманами. Пусть они атласные, пусть они такие женственные, но тем не менее это элементы спортивного стиля. И вот так вот на контрасте образ будет смотреться еще более интересно, необычно. И по цвету красиво гармонично. Золото необычно с розовым. Интересно. Дальше вернемся к нашим платьям. Следующий тренд. Сейчас я постараюсь очень аккуратно. Это полупрозрачность, кружево, сеточка. Вот такое вот платье я вам принесла. Оно задрапированное. Длинная, длина макси. Обратите внимание. Внутри подклад. Ну, подклад, да, оно коротенькое. А само платье длинное. И сеточка как будто сверху. Да, вот такое вот полупрозрачное. Кружево, полупрозрачность будет тоже очень актуально в следующем году. Это может быть как самостоятельные элементы одежды, так может быть какой-то внутренний слой. То есть, например, водолазочка полупрозрачная. Сверху жакет. Чтобы не было так откровенно и сексуально. Еще одно платье очень мне понравилось. Я вот думаю, может быть, в нем я буду встречать Новый год. Красное. Во-первых, красное, как я уже сказала, это тренд следующего года. Плюс здесь супер популярный, актуальный сейчас юбка-баллон. И вырезы. Вырезы-разрезы. Они до сих пор с нами. Продолжаем активно носить. Вот такое игривое, яркое, страстное. Красивое. Да. Мне кажется, дракон понравилось. Так. Затем, что костюмы. Мы можем встречать Новый год в костюмах, но я предлагаю добавить какую-то интересную деталь. Вот здесь я заменила брюки костюмные на брюки в пайетку. Они могут быть какие-то блестящие, могут быть с перьями. Я вот принесла вам показать джинсы. Вот такие джинсы. И у них снизу на пуговках перья, да, можно отстегнуть, можно носить в более повседневном виде, можно добавить праздничную нотку, пристегнуть обратно эти перья. И также здесь вот у меня жилет, пиджак. Также выглядит очень нарядно, празднично. И потом мы все это сможем по отдельности носить, сочетать с разными повседневными вещами. Спасибо большое. Юлия, скажите нам, пожалуйста, какие же сюрпризы готовит нам Год Дракона? Год Дракона, на самом деле, нам готовят различные подвохи, конечно. Но больше плюсов, как я сказала. Но из подвохов что? Дракон – повелитель погоды. Он у нас повелитель всяких стихийных бедствий, к сожалению, да, ну или к счастью. Надеюсь, что до такого серьезного чего-то не дойдет. Но в целом у нас могут быть катастрофы, связанные с землей. То есть это землетрясения, это оползни, это какие-то тайфуны, ураганы могут быть, ну и наводнения тоже могут быть. И я бы рекомендовал очень аккуратными быть в быту в двадцать четвертом году, особенно во второй половине года. Если вы собираетесь сделать ремонт или там что-то перестраивать внутри дома, там менять сантехнику, менять проводку, делать что-то в саду, в огороде, да, там что-то тоже перестраивать, переделывать, очень аккуратными будьте. Потому что могут быть травмы, да, и ушибы. Ну как бы год дракона сам по себе, он вносит аварийность, но опять же мы должны включать осторожность, да, мы должны помнить, что импульсивных резких движений в такой год делать не стоит, потому что они могут оказаться такими, с печальными последствиями. Что касается финансов, тут у нас есть сюрпризы хорошие и плохие. Дракон – это такой год, когда можно сорвать куш. Многие люди сорвут куш денежный, заработают неплохо, то есть можно прям сильно обогатиться в такой год, действительно. Открыть сокровищницу дракона, да. Но с другой стороны, если вы все поставите на карту, то можно и потерять все. То есть, как я и сказала, здесь либо черное, либо белое. Рисковать, если вы продумали все, да, и вы знаете, какой ход сделать правильный, то можете рискнуть. Можно заработать очень неплохо. Но все-таки, если вы не уверены, вот особенно, что касается сделок по недвижимости, да, инвестиций, каких-то акций, биржи, то здесь очень аккуратно. Потому что можно сделать резкое движение и потерять многое. Вообще, в плане финансов нас ждет такой не очень стабильный год, как американские горки. То есть у нас будут и сюрпризы в области финансов. Нас ожидают также реформы в сфере образования, в сфере логистики и транспорта, в сфере связи. Что-то могут быть какие-то новшества, какие-то перемены. Также, что касается здоровья. Уязвима будет нервная система. Обязательно мы успокаиваемся, выдыхаем. Прежде чем принять решение, да, вдох-выдох, потом только принимаем, подумаем. Ночь поспали и приняли решение. Потому что дракон резкий, он очень импульсивный. Особенно в апреле 2024 года. Ну, можно брать март и апрель. И в августе аккуратнее с решениями. И в октябре тоже аккуратнее с решениями. Потому что это такие месяцы будут на грани. Но и, конечно, если у вас сильный период и дача идет, да, то есть вам удача улыбается, то, конечно, вам может повести в такой год очень даже так неплохо. Как насчет, я хотела бы спросить, планирование, например, создания семьи, планирование беременности, что-то такое вот масштабное, семейное? Ага. Ну, вообще, дракон не особо семейное, конечно, животное. Он такой у нас эгоист в любви. Он такой сам себе партнер. И он семью-то любит, но он любит, чтобы вся семья жила его интересами, разделяла его взгляды, какие-то его цели. То есть он у нас такой эгоист. Поэтому в парах могут вскрываться какие-то обстоятельства борьбы за власть, за лидерство, кто прав, кто главный, да. Какие-то могут старые конфликты на поверхность выходить в семьях. Поэтому, опять же, помним, да, что лучше промолчать. Молчание – это золото. И нужно быть очень гибкими в отношениях. Так как все-таки отношения – это центральная тема 24-го года, и нам нужно очень постараться, вот опять же, в апреле и в октябре, постараться не допустить каких-то серьезных конфликтов, да, или обойти. Но также я хочу сказать, что если мы все преодолеем в сфере отношений, то отношения выйдут на новый, более качественный уровень. Потому что будут пересматриваться и ответственность, и обязательства, какие-то обязанности, да, кто за что отвечает. То есть это важно. Что касается детей. Драконы очень любят, конечно, у нас детей. И вообще в Китае считается, что семьям нужно подгадывать рождение ребенка под год дракона. Потому что именно в год дракона рождаются такие яркие личности. Там даже у них есть поговорка, которая гласит, что вот родителям мы желаем в год дракона родить ребенка. Поговорка по желаниям. Поэтому, конечно, год хорош для рождения детей, для беременности, да, для планирования вот именно зачатия ребенка. То есть это все очень благоприятно. Ну, а что касается новых знакомств и любовных романов, тут может не хватить нам где-то, наверное, именно вот этого душевного тепла, близости, понимания, да, что дракон, он такой немножечко отстраненный, он немножечко прохладный. Он может, конечно, покорять такими фееричными поступками, красивыми такими ухаживаниями, но он все равно делает акцент на себе, да, когда он любит и он главный в паре. Вот. Поэтому мы вот ожидаем красивых ярких романов, но я думаю, что все-таки много будет и громких разводов в 24-м году тоже. Спасибо большое. Кристина, какие у нас модные аксессуары будут? Я уже начала немножко говорить про аксессуары, про фишечки, про фактуры следующего года. Это металлизированные вещи. Вот еще хочется сказать про пушистые вещи. Здесь у меня есть пример кардигана. Вот такие вот пушистые комплекты. Это могут быть кардиган, либо джемпер, свитер, плюс юбка Макси, асилуэта, шубы, меха. Все это тоже будет актуально. Если говорить о фишечках, то это галстуки, например, может быть, тоже уже заметили довольно много их. Особенно, когда галстук в тон рубашки, это вот самый писк. Затем это перчатки. Перчатки могут быть длинными, высокими, могут быть короткими, могут быть кожаными, могут быть полупрозрачными, какими-то женственными. И мы их также сочетаем с, казалось бы, несочетаемыми вещами. То есть, например, перчатки классно было бы надеть с какой-то футболкой в стиле гранж и с джинсами на контрасте. И плюс еще добавить вот такие вот бусы. Жемчуг у нас будет актуален, да? Да, как Юля сказала уже, дракон видит вот эти украшательства, любит вот это украшательство. Да, на столе у меня тоже представлен жемчуг. Чем больше, тем лучше. И чем это креативнее в сочетаниях, тем интереснее. Затем, что? Ультрамини, какие-то юбки, похожие на пояса, тоже суперактуальны будут. Банты, как я уже сказала. Красные в аксессуарах, это, например, могут быть колготки. То есть, спокойное лаконичное платье, красные колготки и красные босоножки. Затем, какие-то атласные ткани, как на примере, вот, брюк карго я вам показала уже. Мы их тоже носим в повседневной жизни сочетаем с уютными, например, вязанными какими-то оверсайз джемперами, свитерами, атласные юбки и брюки. Спасибо, спасибо большое. Так, ну, и хотелось бы напоследок сказать, мы уже не первый год ведем передачу, и каждый раз вы говорите, что нужно загадывать желания, обязательно. Также каждый год вы продолжаете все это делать, и желания сбываются? Вот честно скажите, сбываются? Да, да. У меня тоже сбываются. Поэтому, дорогие наши зрители, обязательно загадывайте желания, чтобы они у вас исполнились, и мы желаем вам в наступающем году всего самого лучшего, здоровья, счастья, успехов. И, конечно же, смотрите нашу передачу, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!